Часто мужчины возмущены, увидев, что из тонкой, звонкой девчонки, которая когда-то была возлюблена, вдруг вылупилась тетка. Они считают, что их опанули, подсунули вроде бы как некачественный продукт. Была студентка в белой шапочке, танцевала на дискотеке, читала мураками, мечтала поехать в Париж, и вдруг она... Классическая тетка с лишним весом, сниженным кругозором, ограниченным покупкой тушенки по акции и наймом репетиторов для ребенка. С короткой стрижкой, в трусах в горошек, пироженым в перерыве на работе, странной этой постоянной одежде немарких цветов, больше напоминающих парашют. Откуда они вообще берутся, эти тетки? А я вам скажу откуда. Тетками становятся женщины, которые живут не для себя. Женщины, которые вынуждены ежедневно, ежечасно поступать вопреки своим желаниям. Что заставляет их делать это? Вероятно, долг. Разве акциями в дешевом магазине интересуются от хорошей жизни? Нет. Ими интересуются женщины, которые пытаются на месяц растянуть получку мужа. Которая по недоразумению именуется заработной платой. Что бы хватило и на еду, и на мужа, и на ребенка, и на репетиторов? Почему тетка есть пирожное? Вероятно, хочет восполнить потери, которые нельзя восполнить иначе. Прогулками? Сном? Потому что спать ей некогда. Когда у ребенка резались зубы, болел животик, поднялась температура. Победив себе тетку, кричат гламурные журналы. Наладь сон, питайся пять раз в день мраморной говядиной. Ходи три раза в неделю на силовую и три раза в бассейн. Сходи в парикмахерскую. Купи себе новую одежду. Им невдомек, что, возможно, эта женщина очень хочет и на силовую, и в парикмахерскую, и в бассейн. Но у нее на шее двое детей-школьников. Парализованная свекровь и требующая помощи родителей. В обществе теток почему-то принято позорить нелепым внешним видом. Обвинять в ленности. Хотя уж, если откровенно, некоторым теткам мужья, дети и общество должны в ноги поклониться за их подвиг. От них отчасти и держится весь этот дрянной мир. Вот такие дела.